Ну что ж, точность, вежливость королей, вот, 0-0-0-1, и мы начинаем наш вечерний ночной формат Midnight Loft Online. Я уже, честно сказать, сбилась со счёту, который у нас уже сегодня диалог, да, это и не так важно. Я знаю, что сегодня пятница, а пятница – это лофтовый день, лофтовый вечер, и не нарушая своих традиций, мы приглашаем наших замечательных лофтеров. Знаете, сегодня у нас такая замечательная гостья, очень известная в наших музыкальных кругах, и на самом деле уже далеко за этими музыкантскими кругами. Это участница, которая принимала участие в лофт-филармонии в пятом, в пятой серии. Это было, как сейчас помню, 21 декабря 2018 года. Тогда её напарником по сцене был Кирилл Кравцов. Они играли просто адскую программу, это была абсолютно исключительно классическая программа, то есть музыканты поймут, это просто топ, топ сливки сливок. Вот, это было очень круто сделано, там было много приколов на этом лофт-вечере. В общем, короче, есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Но сегодня мы попытаемся заново начать нашу вот эту вот скользкую дорожку, скользкую тропу. Во-первых, общего поддержания градуса аудитории, да, для того, чтобы вы там не скучали, для того, чтобы вы не переживали, потому что лофт-терапия прежде всего призвана помогать, поддерживать, находить решения, брейнстормить. Вот, ну, всё остальное по ходу дела, потому что все люди разные, и диалоги с ними складываются тоже, соответственно, разные. Ну, а сейчас, чтобы уже долго вас не томить, я приглашаю дорогую Анну Тамаркину в студию. Так, ты меня видишь, слышишь? Я слышу, но не вижу. Это прекрасно. О, теперь, наверное, ещё и видишь. Да, привет, привет. Привет. Привет, Алиса, привет, все, кто нас смотрит или не смотрит. Доброе утро, да. Ну, Аня, стандартный классический мой, как это, вопрос для разминки. Как дела? Как самоизоляция? Как ты тебя чувствуешь? Что нового, это уж в снях в зале, произошло за это время? Ну, что нового произошло, да, это забавно из серии. Ну, я встала сегодня. Вид за окном был красивый. На самом деле, я, наверное, такую нехорошую вещь скажу, но мне на самоизоляции пока хорошо. Ой, да и сейчас ты ответил. Да, я понимаю, я себя чувствую комфортно. Есть какая-то возможность, не знаю, передохнуть, переосмыслить какие-то вещи, связанные с профессией, с жизнью. В конце концов, ну, даже позволить себе полениться. Ну, так, честно говоря. Вот. Ну, и попробовать сделать какие-то вещи, до которых очень много лет даже иногда не доходили руки. Выучить что-то, что-то я никогда не решался. И вот, наконец, настал тот момент, когда столько есть свободного времени, что пора штурмануть какие-то высоты сложные, там, лично для меня. Ну, скажем так, с переменным успехом пока у меня идет борьба с собственной ленью и собственными желаниями. Ну, как это идет? Ну, тема прокрастинации – это наша вечная тема, то есть, как бы, что вроде так много всего хотел сделать, когда ты останешься, наконец, дома, сам на сам, никто не мешает. Ну, сказалось бы, вообще, жизнь – малина, жизнь – сказка. Я имею в виду для тех людей, у которых постоянно на что-то не хватает времени. Слушай, ну, чисто такой вот вопрос любопытства, чисто музыканский вопрос. Что-то камерное вот давно ты хотела выучить или что-то, вот чем ты занимаешься для души, если о музыке? Ну, честно говоря, там, конечно, не все для души, кое-что очень давно было просто нужно выучить, право нужно. Я бегала от этих сочинений с криками «А-а-а-а-а-а! Нет, не надо, пожалуйста, только не сейчас». Ну, да, камерное в основном. Вот я из такого между камерным и концертмейстерским, вот, я очень долго и очень успешно бегала от произведения с названием «Тема с вариациями Мессиана». Ого, это хорошее произведение. Между прочим, какая третья вариация, да и буквально нет, вторая, по-моему, вот эта вот. Вторая, да. Ты понимаешь меня, да? Вот. Но тут я поняла, что просто, ну, пора. Это когда-то придется сделать, и вот, видимо, наступило это время. Бедные мои соседи. Мессиан, который квартет на конец времени, а то мы тут уже читали бы молитвы всем своим богам, потому что само название. Да, это было бы как-то слишком актуально, я думаю. Ну, и потом, честно говоря, мне жалко соседей, они вынужденные любители классической музыки. Ну, у меня, правда, электронное пианино, они слышат не в полную громкость, но все-таки больше за что-то они слышат. А уж процесс моего взаимодействия с Мессианом, особенно со второй вариацией, в общем, довольно мучительный. Я думаю, что кто-нибудь уже из соседей скоро придет на скрипке подыграть, так сказать, поддержать, потому что уже, я думаю, люди научились за это время. Ань, у меня такой вопрос, знаешь, вот шутка в шутке, так говорится. Вот у тебя же сколько вообще, на самом деле, вот так, если грубо хотя бы попытаться сосчитать, активных сейчас ансамблистов, вот тире тех вот людей, с которыми ты работаешь? Вот на сегодняшний день сколько вообще пассажиров твоих? Вместе с детьми? С маленькими? Нет, можно сначала без детей, у нас взрослый эфир, ничего страшного, а потом... Нет, слушай, ну, всего, по-моему, я считала 38 человек на трех работах, в сумме 38, кажется так. Так, 38 человек, а теперь давай такая легкая статистика. Из этих 38 пассажиров сколько сейчас находятся еще не в состоянии черной депрессии? В отсутствии тебя, в отсутствии уроков? Ну, во-первых, уроки у них идут. Педагоги старательно мучают детей. Ну, кто-то онлайн, кто-то там присылает записи, потом это отслушивает и присылает свои замечания. Ну, ты знаешь, пока в черной депрессии находятся, по-моему, педагоги, потому что мы вот созванивались недавно с моим коллегом, у которого я работаю в ГК Маймониде. Он сказал, боже, они же обычно, ну, в обычной жизни, они все там работают, у них там какие-то дела, они, ой, а можно мы сегодня не придем, а можно мы придем на следующей неделе? А тут у них дел нет. И они все хотят специальность каждый день, а их 11 человек. Куда мне деться? Что мне делать? Я очень злованно посмеялась. Нет, это реально, это очень много. Ты знаешь, вот я абсолютно поражена, насколько, ну, вот какую нужно иметь гибкость, какие вообще нужно иметь мозги, уши для того, чтобы вот переключаться, во-первых, между этими людьми. Потому что, слушай, ну, давай честно, да, тут, как бы, скажем без приказа, работу, которую ты выполняешь, это, как бы, это обалденный, на самом деле, труд и качество, с которым ты это делаешь, с той отдачей. То есть, как бы, все музыканты, которые, конечно же, нас, как говорится, с тобой знают, знают тебя, в частности, не дадут соврать, что на каком уровне это выполняется. Вот мне всегда это поражало. Как тебе это удается? Вот как тебе удается находить точки соприкосновения, ну, вот с каждым из тех, да, вот инструменталистов, с которыми ты работаешь, с которыми ты играешь. Собственно говоря, повсюду, то есть, не будем скрывать, что это не только там, да, зачеты, экзамены, это любые их концерты в Москве, между ее пределами, да, то есть, как бы, куда, куда они, туда и, как бы, соответственно. То есть, это же огромный пласт программ, это разные программы, это разные инструменты, это разные подходы, как бы, их преподавателей, они сами разные люди, как бы, да, то есть, получается, что ситуация, когда, например, играется, ну, сейчас, не знаю, такой классический пример, третий сонат Абрамс, ну, условно говоря, да, который играют, в общем-то, все, да, на выходе скрипучно, ну, тебе приходится ее знать, штудировать, чувствовать, ощущать совершенно в разных вариантах. Как тебе это удается? Насколько это вообще сложный, ну, навык, вообще, ну, как бы, расскажи об этом. Меня это очень тревожит всю мою сознательную жизнь. Как это возможно? Ты знаешь, меня это тоже тревожит всю мою сознательную жизнь. Не знаю, я не уверена, что мне это хорошо удается, на самом деле, потому что периодически, ну, вот, даже вспоминаю ту же самую третью сонату Абрамса, иногда, когда ее много подряд играешь с разными, хочется так немножко отойти от нее и вспомнить, а что ты сам-то думаешь про третью сонату Абрамса, ты уже забыл, ты помнишь только, что хотят педагоги, что этот вот здесь играет так, а этот так, ну, в общем, в этом есть определенная сложность, конечно. Но с сонатами немножко проще, потому что они реже как-то проходятся в классах по специальности и, ну, реже пересекаются, наверное. А вот с пьесами, вот, мне очень жалко моих несчастных ребят, если они сейчас смотрят меня, ребята, простите, я знаю, что когда кто-то из них приходит и говорит, а сегодня мы будем играть в «Айс Керца», вот, вам нотки, или, может, вам не надо, и видят мое лицо белеющее. Наверное, они думают, что я ненавижу Чайковскую музыку и их, на самом деле, нет. Я люблю Чайковскую, я люблю тебя в пьесном, просто иногда действительно невозможно уже. Хочется сказать, ребята, давайте поиграем что-то другое. Да, я тебя прекрасно понимаю, конечно, круг вот этих вот произведений, нетленок, назовем их так, он, конечно, уже даже и для публики. То есть, знаешь, вот и по поводу сонат хотела сказать, что сонаты ведь играются на конкурсах, то есть вот такая вот подстава, они не играются в классе по специальности, не играются потом, когда надо, а надо ведь сразу как бы и хорошо. И, как правило, у людей, которые, ну, не будем скрывать, что у скрипачей, в частности, да, вот есть такое тоже изначально пренебрежительное отношение к сонату, потому что, типа, там где-нибудь да подхватит, там где-нибудь, там же совершенно другие принципы работы. Ну, типа, это сейчас я не камерная игра, это я сейчас играю как бы от специальности, я обожаю вот эту вот фразу. Вот насколько твои пассажиры, которых ты, ну, как бы, естественно, работая на такой работе, имея такой опыт, ну, нужен стальной, конечно, характер, вот, насколько, как бы, ты им, ну, показываешь иногда, так сказать, кто в доме хозяин по поводу вот таких вот вещей. Алиса, ты задаёшь, ты задаёшь очень провокационный вопрос. Ну, почему? Ну, знаешь, это же ведь тоже выучка, ведь они там, ну, как бы, им профессор говорит одно, да, они приходят, как бы, отношения, да, вот, концертмейстерам иногда, я не говорю, что все такие, часто, часто бывает, ну, не совсем адекватные, приходится людей немножко вот так вот отряхивать. Эта проблема есть в России, она в меньшей степени существует за рубежом, там как-то, в принципе, проблема уважения между людьми, как таковыми она у них не становится. Но поскольку у нас такой альтернативный онлайн, я считаю абсолютно нужным задать вот вопрос прямо. То есть насколько частая ситуация, ну, вот, пренебрежительного отношения к тексту, ну, и впоследствии, как бы, да, перекладывания ответственности, ну, на другого, скажем так, человека? Ну, ты знаешь, я не могу тут жаловаться, мне в основном попадались исключительно адекватные люди в этом отношении, которые, ну, как-то воспринимали мои попытки им что-то сказать, и, соответственно, я пыталась, наверное, их услышать, услышать и педагогов. Вообще, мне кажется, что процесс работа над любым сочинением, даже если там аккомпанемент из двух аккордов состоит, он очень выигрывает, если там не бессловесный такой концертмейстер, которому рот заклеили, скотчем сидит, да, и не педагог, который сказал, значит, так, студент, ты будешь играть вот здесь вот так, так и так, и отклонение не приветствуется, а когда там три человека, которые обрадают правом голоса, и они ищут какой-то вместе компромисс. Мне кажется, тогда получать самый лучший результат. Ну, а уж в сонатах, ну, это вообще святое, там и должен быть поиск компромисса. Я вообще, на самом деле, очень люблю этот процесс. Действительно, детальная работа над подобными сочинениями. Обычно, если это проходится крепко, с человеком, то это как-то потом выплавляется в очень хороший результат на сцене. Ну, ты знаешь, что я могу об этой теме говорить часами, это просто... Ну, я тоже. Вот, говорим, все. Ань, а вот, ты знаешь, мне всю жизнь любопытно. Вот, интересно, вот другие пианисты, которые, ну, разными вещами они занимаются, неважно, да, как бы я сейчас говорю даже не про своих коллег в консерватории. Вот, как ты думаешь, в принципе, это вот искусство концерт-местерство, да, которое у нас преподается в консе, там, ну, сборник, сколько там, пять, я уже забыла, пять, четыре, там, золотой... Четыре, по-моему, четыре, да. Да, но там на каждом курсе, там уже их потом по два, подождите, нет, какие... А, да, слушай, их больше, извини, забыла. Их там очень много, там, значит, четыре курса, подождите, там быстро шесть, их семь, семь, я поняла, один на первом курсе, и потом до четвертого... Потом по два, да. Семь томов вот этого, значит, идиотизма, ну, который, естественно, очень полезно, но это вытрепанные нервы абсолютно, но те, кто знают, меня прекрасно понимают сейчас, потому что сейчас онлайн они сдают эти, значит, списки, но неважно, я не об этом. Вот насколько, допустим, важно вовремя пройти эти списки, что-то понять, и, допустим, прочитать, ну, вот сейчас такую самую хрестомативную книгу назову, да, Джеральда Мура, когда он описывает свои перформансы с Литрихом Фишем Дискау. Вот насколько, допустим, вот эта книга, она, в принципе, наставляет на путь истины, что называется, и как бы способна вдохновить пианиста, который увлечен аккомпанементом, ну, в самом лучшем смысле этого слова, и камерной музыкой. Вот как ты считаешь, это следует студировать? И вообще для тебя что это литература? Ну, книга замечательная, очень интересная. Ну, насчет вдохновить, мне кажется, что человек, который возьмет ее вообще в руки, будет читать, он, в принципе, уже для себя выбрал, что вот он будет заниматься этой не самой легкой стезей, концертмейстерско-камерно-ансамблевой. Ну, то есть так просто, мне кажется, люди эту книжку читать не возьмут. Хотя она очень интересная, замечательная, всем рекомендуется. Ну, знаешь, мне просто появилось ощущение, что получается, что в любой абсолютно сфере нашей специальности, ведь не будет, наверное, неправильно сказать, что ты можешь стать, ну, суперзвездой, допустим, ну, солистом, это понятно, это как бы все так считают, да, ты можешь стать тут камерного исполнительства, да, ты можешь стать суперзвездой, там, смежной или отдельной, да, концертмейстерского искусства. Просто вот пианистам, что меня всегда напрягало вот в образовании в консерваторском, что да, может быть, конечно, с детства правильно давать какие-то установки там, выше только звезды, круче только яйца, но на выходе, да, вот мы сейчас обсуждаем, ну, вот саму профессию, да, то есть мы во многих эфирах с разными, так сказать, музыкантами и по разным профессиям обсуждали момент неподготовленности, да, вот тех самых кадров к реальной жизни, не то, что реальная жизнь оказывается хуже, чем какие-то мечты, а что в каждой, в общем-то, специальности предложено, которая у нас есть, извините, в красном дипломе, да, пойду поправлю, чайник, в принципе, можно стать буддой и быть как бы, ну, успешно в полном смысле этого слова. Вот скажи мне, как ты относишься к такому моему утверждению, поддерживаешь ли ты, ну, или как-то добавь что-то от себя? Ну, мне лично очень жаль всегда, что действительно у нас всех пианистов настраивает исключительно, вот ты будешь солистом, а если вдруг у тебя не получится, то тогда ты уже там пойдешь или... Да, или дворником, или концертмейстером, понимаешь, шикарный выбор, я считаю. Вот, ну, на самом деле, у скрипачей то же самое, понимаешь, если ты не, там, не сможешь быть солистом, то ты пойдешь и сядешь в оркестр. По-моему, это совершенно неправильно, потому что на самом деле настоящие оркестранты, это тоже огромные профессионалы, и они на вес золота, и это тоже какие-то качества специфические, которыми нужно обладать с ними, нужно, вероятно, родиться, их еще нужно развить, и нужно подкрепить опытом. В этом нет не то, что ничего зазорного. На мой взгляд, вот для того, чтобы быть хорошим камерным музыкантом, это как бы не солист минус какие-то качества, а солист плюс какие-то качества, то есть это хорошее очень владение, наверное, своим инструментом, плюс еще там гибкость, ну и прочее, 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 там можно долго перечислять. Я бы добавила, что это очень хорошее владение своим мозгом. Вот с этим. По-разному бывает. Но во всяком случае, мне кажется, что если ты, в принципе, учишься музыке, неважно на каком инструменте, то было бы неплохо с уважением относиться к каждой части этой профессии. И понятно, что что-то каждому ближе. Я вот, например, никогда и не стремилась особо быть солисткой. Мне как-то, ну, меня больше всегда привлекала игра в ансамбле. Прям вот с момента, когда, собственно, у меня ансамбль начался. Но, во всяком случае, с уважением относиться ко всем, поставься в своей профессии. И я думаю, что и студникам, и духовикам, и ионистам, и всем-всем-всем очень даже не лишним. Аня, а вот расскажи пару слов по поводу вот именно своего творческого пути. То есть ты говоришь, ну, с того момента, когда начался камерный ансамбль. Ну, 14 лет, я так понимаю, да, в СМШ? Ну, где-то, да, и 13. Что такое? Ну, да, вот этот период, как бы, ну, начинается этот предмет. Понятно, там, ты увлекаешься, продолжаешь заниматься там специальностью всеми другими предметами. Ну, школа есть школа. Вот, консерватория. В консерватории в какой момент, то есть я даже, знаешь, я, честно говоря, в своем студии не могу сейчас вспомнить. С какого года, то есть ты уже реально начинаешь работать? В какой момент это произошло? Когда ты еще училась? Или это уже было после выпуска? Нет, я на третьем курсе начала работать. То есть вот как можно... Ну, очень рано. Это просто исключительная ситуация. Я недаром поинтересовалась, потому что, во-первых, редко, когда, ну, позволяют этим заниматься, да, то есть мне не важно даже в каком виде, там, я не говорю там по часовик, не по часовик. В принципе, к этому не допускают студентов. Ну, ну, и что же? Ну, вот с третьего курса уже официально можно, то есть вот в момент, когда появилась возможность меня трудоустроить официально по закону, вот тогда, собственно, я в ЦМШ пришла и начала работать. И с тех пор я там так и сижу. То есть сначала были, ну, детки как бы, да, подростки, там, вот эта вот вся история? Ну, сначала дети, да. Я сначала пришла в класс в Велончели и долгое время работала в основном там. Было у меня тогда, наверное, человек шесть там ребят. Но меня тогда очень спасло то, что я активно с велончелистами, в том числе играла в классе камерного ансамбля. А велончелисты-то они, простите, скрипачи, более продвинутые в этом плане. Они сонаты играют, в принципе, в классе по специальности, как основной свой репертуар, издают их как крупную форму там на зачатах экзамена. Это совершенно нормально. Ну, потому что у них репертуар поменьше, и там уже, знаешь, не до выбора. Вот, и, собственно... Ну, или так. Вот, и я просто пришла, вот я позвонила первый раз, собственно, педагогу, в котором я должна была работать, сказала, здравствуйте, вот я такая-то буду у вас работать. Он такой, ну, в общем, да. Ну, у нас сейчас в работе вторая соната Брамса, там, значит, первая соната Брамса, четвертая Бетховена. Я так, господи, слава тебе, что я это прошла только что в классе камерного, а то я бы, наверное, умерла, мне кажется, если бы вот так вот сходу, без подготовки на такой репертуар прийти. Нет, ну, естественно, вторая соната Виолончельная Брамса. Те, кто играли, сейчас пошли курить на балкон сразу. То есть, как бы, причем сразу две подряд, потому что, ну, там... Нет, конечно, когда ты ее играешь постоянно, естественно, все это поддается, как бы, какой-то там выучке, но острые ощущения и само, как бы, вот это экстремальное состояние, мне кажется, вот есть произведения, из которых никогда это, вот ни под каким соусом не выбивается. Ну, да, я думаю... И вторая соната как бы туда. Да, я думаю, что если сейчас она мне вдруг попадется, она очень давно мне не попадалась, я вот как-то с нее начала, года три она просто не выходила, один человек заканчивал, следующий начинал играть с Тарусом Дубрамса. В какой-то момент я уже начала немножко уставать от нее, хотя я очень люблю эту музыку, просто безумно, одна из моих любимых филончельных сонат. Вот, а потом она пропала, и вот, наверное, уже лет шесть ни разу мне не попадалось. Поэтому товарищи филончелисты из ГК и Маймониды, если кто-то там готов рискнуть своим здоровьем, и, собственно, не из ГК, а тоже. Если есть желающие, я готова снова вспомнить Тарусом Дубрамса. Да, ты знаешь, я так сейчас сказала, что-то давно она не попадалась, такое ощущение, что просто крутится рулетка такая, знаешь, кидается шарик, и такая, о, вторая Брамса выпадает. Ну, ты знаешь, у меня иногда такое ощущение, что так оно и происходит, знаешь. Когда объявляют программу, которую подстоит играть, ты такой, знаешь, крестил пальцами, только не тот, только не тот. Иногда везет, иногда нет. Ну, из твоего последнего репертуара, то, что я подслушала немножко в Инстаграме и пришла в полнейший восторг, потому что эту музыку я узнаю просто с трех нот, прямо как в «Угадай мелодию», когда я узнала случайно звуки первой биолончельной Мисковского, я чуть не расплакалась, потому что, ну, это просто феноменальная музыка. И играют не так часто. Не знаю, сейчас, по-моему, на нее моду стала возвращаться, вот когда у меня ее играли в локте, это прямо было так свежо, прям так, вот так. Хорошая музыка. Лучше, чем вторая. Мне тоже больше нравится, чем вторая, но у меня вообще с первой Санто-Мисковской связана такая практически личная история, потому что я ее как-то случайно, совершенно ночью, зависая в ВКонтакте, услышала и просто не поверила, что такую музыку вообще не играет. Пошла, тогда еще была нормальная консерваторская библиотека, в которую можно было без отдельного квеста попасть. Взяла эти ноты, прочитала, насколько это было возможно, так сказать, с листа, позвонила своему учительству, сказала, слушай, вот, значит, мы учим. Обе мы в эту музыку были совершенно влюблены. А потом, когда я поступала уже в аспирантуру, и нам тогда нужно было писать вступительную работу на 25 страниц, вот, и писала я про русские и советские сонаты 20 века. И, естественно, уделила внимание своей любимой сонате, видимо, уделила я его в достаточном количестве, потому что, собственно, когда я пришла на коллоквиум, первое, что меня стали спрашивать, это была первая соната в Бисковску, коллоквиум у меня был жесткий. Очень. Да, и тут выяснилось, что профессора, как это часто бывает, не знает о существовании этой сонаты, и поэтому было очень просто самим интересно прокачаться до определенного уровня. Они задавали наводящий вопрос, ну, типа, они все знают, как бы, как это обычно. Просто мой коллоквиум у вас сконтрен и поп именно таким. А у вас было так же, да, садишься, значит, на стул, вокруг тебя, значит, эти ребятки, они говорят, ну, мы тут с мальчиками посидели, поговорили, типа, что же вас спросить? Ты такой смотришь на этих 70-летних мальчиков и думаешь, интересно. И вопросы там, конечно, ух, у вас было так же? Ну, практически. Стульчик был, все вокруг сидели, да, но у меня как-то, у нас работу читал Александр Зинович, и, собственно, лицензировал. Поэтому у меня была практически, так сказать, сольная очная ставка такая получается. То есть он сразу как-то посмотрел на меня грозно и стал спрашивать, а почему вы считаете, что первая Санта-Бисковская исполняется реже, чем вторая? Говорю, ну, потому что она исполняется реже, чем вторая. А почему вы считаете, что вторая? Два пианиста на эту тему, заметьте, то есть как бы. Да, но у меня, так сказать, активно поддерживала вся кафедра, они тоже вспоминали, что они уже не помнят, когда последний раз эту музыку вообще проходили. Вот. Но вышла я из колоквима немножко потрепанная, но все-таки живая, поэтому будем считать, что Санта меня спасла. Да, все, что не случается, все к лучшему. Ань, ну вот, а вот интересно, вот такая задушевная история, как ты репетируешь, значит, в реальности, как это все замечательно разворачивается. Ну, а сейчас, сейчас, как это возможно? То есть, как, понимаешь, как вы это делаете? Нет, то есть мне, я просто, я уже, знаешь, честно говоря, за вот эти вот последние дни, я уже не знаю, я сбилась со счетом, что у меня есть онлайнов было, все называются там всякие приложения, сама уже знаю 100 штук, понимаешь? Но все же, вот как это устроено технически, потому что в консерватории, ну, постоянно какая-то лажа, я постоянно читаю какие-то посты, мало того, я смотрю стори, как люди, значит, репетируют в этих окнах зума, я просто сейчас не буду называть, у кого я видела, там просто настолько смешную историю, когда сидит препод полглузниче, там, ну, духовики, там, ну, в общем, разные люди, и не могут просто вступить, причем уже такие, а давайте мы вступим чуть раньше, он говорит, ребята, вы столько учились, чтобы вступать, он говорит, нет, мы сейчас специально, типа мы заложаем, и они вступают вовремя, то есть как бы, как у вас это происходит? А ты знаешь, никак не происходит на самом деле, потому что, ну, я считаю, что в принципе невозможно соединить, да, там, не знаю, пианиста, играющего у себя дома на рояле, и там, скрипача, играющего у себя дома, это, ну, я не знаю, нет еще такого приложения, которое бы это делало без опаздывания звука, и без каких-то там нервов, и истерического припадка смеха, мне кажется, что это просто невозможно, поэтому, ну, вот у нас на работе в качестве такого, не знаю, подспорья для студентов нас обязали записывать минусовки. Это тоже очень смешно, потому что ты такой, значит, сидишь, спасибо, что у меня электронное пианино, у него есть функция записи, поэтому ты можешь смело в голос пытаться спеть скрипичную партию, пока, значит, играешь в это пиано. Ну, да, знаешь, иногда каденции случаются, то есть, ну, приходится там... И ты там прямо фиеритуры голосишь, да? Да, 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 немножко не по теме, и, в общем, не по артисту. Абсолютно, да. Да-да-да-да-да-да. Главное, что примерно вот время это тоже заняло, которое заняло бы, возможно, у скрипача, может быть, в реале, а может быть и нет. Вот, а дальше эти несчастные дети и взрослые вынуждены, так сказать, в мое творчество пытаться вписаться. Бедные, я вам, так сказать, не сочувствую, простите, пожалуйста, за всем. Но других вариантов сейчас, ну, просто нет. Потому что, ну, вот, у одного из профессоров, с которым я работаю, он, в принципе, в силу того, что он живет на две страны, он довольно часто занимается, там, по скайпу или по фейстайлу, в обычное, так сказать, в докарантинное время. Но это все равно происходит в режиме, что мы почем находимся в классе, да, там или где-то, а он у себя там. То есть, во-первых, мы находимся в одном и том же месте, в одно и то же время, да, у нас нет вот этого расхождения, да, в секунды. А во-вторых, если там что-то, ну, конечно, связь искажает, в любом случае, он всегда может спросить там, Аня, а как звучит у вас, там, да, чтобы как-то скорректировать свои замечания. А здесь же ты такой возможности лишен, поэтому вот это все, то, что я вижу, ребята, это, конечно, такие цирковые попытки, абсолютно понятно, что они обречены на провал. Слушай, а вот, пардон, такое уточняйтесь, получается, ну, вот они получают этот минус, да, как бы, ну, метроном какой-то, ну, наверное, просто им ясно, как бы по слуху, да, как бы куда, они же знают, я тоже надеюсь, да. Ой, я поняла, что у меня в вопросе случился, но на самом деле я другой хотел сказать. Другой хотел сказать. Ну, то есть, получается, значит, стоит этот струн, вот, значит, играет воображаемый, вполне реальный рояль, да, как бы бежгалактический, он в него, значит, там вписывает, ну, и он репетирует, да, и потом что? Он отсылает, как бы, уже, ну, вот эту смежную запись, он какую-то делает и отправляет видео или там аудио своему профессору, или он, как бы, включая, нажимает на кнопку, значит, стоит перед камерой, в камере профессор, и он там вперед, как бы, ну, пианист, как бы, типа, играет, и вот, и он, значит, в режиме онлайн это показывает. То есть, в чем цирк? Или он еще, как бы, демонстрирует искусство компоновки самого видео? Ты знаешь, я думаю, что там все варианты возможны, на самом деле, более того, я не исключаю, что часть этих детей, которым эти были минусовки присланы на них, может, вообще, собственно, ну, вот, как бы, посмотрели на них, послушали и отложили, тоже возможно. Вот сегодня был в Центральной музыкальной школе первый онлайн-экзамен. Вот, с первого по четвертого класса скрипачи отстрелялись героически. Ну, точнее, там не совсем онлайн, они выбрали такой формат, что ребята отсылают запись, но было решено кафедрой, что они отсылают запись не под минусовки, которым пианисты прислали, а просто, так сказать, свою сольную партию концертов. Не знаю, если честно, в ситуации, когда это все равно запись, уже можно было, по-моему, и под минус, на мой так взгляд. По крайней мере, как бы более полноценно звучит, как музыка. Ну, может быть, с детскими концертами это еще нормально, но вот когда пойдут концерты Сибириуса и Чайковского, довольно забавно, наверное. Мне даже хотелось послушать, как это будет звучать в формате. Я знаю, что это будет звучать, это будет звучать ущербно. Ну, как бы, вот и все. Да, ну, как бы. Ну, как бы, вот и все. И вот мы наконец-то знаем, он писал, как бы, свои, ну, концерты и все произведения, в общем, ну, там, инструментальные. При всем уважении, прошу прощения, что на самом деле там просто, ну, три с половиной ноты, короче. Ну, все это и так знают, поэтому никакой тайны я сейчас не открываю. Вот. А что там, в основном, отбывается пианист, он же оркестр, он же, как бы, человек-оркестр, поэтому... Не, ну, забавно. Вообще, знаешь, на самом деле, как бы, вот если так без юмора, я не знаю, что хуже, потому что ты говоришь, это были совсем, ну, маленькие дети, ну, кто должен в этом разбираться? То есть, получается, родители в идеале должны были скомпоновать этот минус, ребенка поставить, у которого и так стресс, он не понимает, что ему, куда играть, рубата, все непонятно, естественно, все летит, но даже, предположим, этот ребенок-киборг, и он там прямо угадывает там доли секунды, и все это как-то компонуется, потом эти две дорожки как-то надо наложить, или это еще надо как-то записать. Ну, в общем, технический саппорт сумасшедший, то есть, поэтому, я думаю, что разрешили, ну, зная как-то циншотских родителей, которые... Ну, ты знаешь, я думаю, что, на самом деле, это, в принципе, технически-то можно и проще решить. В принципе, ну, минусовки-то были присланы не накануне экзамена, а за какое-то долгое время, то есть, можно уже привыкнуть попытаться вписывать свое рубата в, значит, мычание пианиста, в паузу, которую он оставил для этого дела. Вот. Ну, можно просто, так сказать, включить это на громкую связь, записать ребенка, который под это играет, но так отправить. Наверное, это технически уж не так сложно, ну, если не заморачиваться там и не пытаться сделать из этого записи на дочек ромофоб, не стоит этого делать. Все равно, я думаю, что приз мы не возьмем. Мне кажется, никто из нас... Я, кстати, я совершенно другого мнения тут с тобой не согласна. Я только хотела тебе сказать, что вот то, что они не использовали в итоге минус, то есть, они как бы там потренировались, а потом экзамен сыграли без минуса. Знаешь, о чем я сразу подумала? Что это черный рынок, просто среди бела дня. То есть, скорее всего, твой минус уже толкнули куда-то совершенно в другую связь. Причем не за бесплатно. А здесь я перехожу к самой главной теме. Деньги. Да. Да. Сектор деньги на барабане. Вот. Да. Как мы будем, так сказать, дорогие друзья, с вами жить в последующие месяцы, если вся эта история затянется? Вот, Ань, если ты хотя бы краем глаза, краем уха видела часть онлайнов, но тут периодически бывают битвы, баталии самые настоящие. Люди переживают, как можно вообще себя реализовывать. И вот намекну. Я понимаю, что сейчас тоже у всех срабатывают по разному мозгу и по разному рычагу идут в ход. Ну, на Фейсбуке у нас же этот любимый наш флешмоб, связанный с Ютьюбом, да? Ну, пассажиры там определенные были замечены. Вот. Соответственно, в скольких флешмобах ты приняла участие? Формулирую максимально. Максимально просто. То есть, будет ли картина из-за изоляции? Конечно же, главный вопрос. Нет. Я не готова в моральный. Нет. Из-за изоляции не будет. Да, извини. Так, хорошо. Дальше. Насколько часто ты записываешь ролики, как ты моешь руки и брызгаешь санитайзером? Ноль раз. Ноль раз. То есть, да, я боюсь, что к концу карантина будет ноль раз. Мне кажется, что я не справлюсь с этой задачей. Я не готова пока вкладывать такой контент. Но я заметила, что контента стало больше, и это очень позитивно. То есть, я не то, что хотела как-то сакцентировать на этом внимание. Ты знаешь, это здорово, потому что вот есть люди, мы часто обсуждаем, что, ну, как будто бы существует огромное количество записей, что вот, якобы можно зайти на YouTube, послушать там, не знаю, Хейфиса, Оистраха, там, Арту Аргирих, который гонится за Агилисом и их догоняет, и все такое прочее. Ну, нет, на самом деле, все-таки, конечно, это можно, да? но будем откровенны. Тех, кто живы, дай бог, как говорится, здоровья, мэтром, да, тех, у кого уже нет с нами, как бы, ну, это те вершины, на которых всю жизнь все будут ориентироваться, да, но, а что делать, как бы, с живыми, реальными, вполне себе талантливыми людьми, которые тоже достойны внимания, да, просто у них фамилия, ну, не Рихтер, как бы, ну, и так далее. То есть, я просто к тому, что частая ситуация, я считаю, совершенно катастрофически неправильно, что люди, которые вот изо дня в день творят это искусство здесь и сейчас, как будто бы сами не верят, ну, в свое дело, да, то есть, вот в это искусство и как впоследствии в контент, то есть, дело даже не в том, что они стыдятся, что это выкладывается, это тоже ситуация у нас очень распространенная, да, что ты можешь играть, ну, не просто, не просто, как бы, неплохо, да, то есть, я хочу подчеркнуть, что проблема вот этой вот самокритики неадекватная, она, ну, вот она вот с такого вот возраста и человек вырастает, это даже не комплекс, я даже не могу это объяснить, то есть, у всех абсолютно у нас, да, подвергать какому-то тому перемалыванию, вечному ситу, но сейчас не такая ситуация, то есть, у каждого, грубо говоря, резюмирую, в руках есть огромное количество контент, которое, ну, вынуждено сейчас переслушиваться, потому что, ну, во-первых, есть время, почему бы этого не сделать, во-вторых, сейчас действительно такая отметка, что за счет вот этой вот паузы и за счет непонимания того, как это будет запущено и что же все-таки победит, реальность или виртуальность, наконец-то, музыканты начинают выкладывать контент, и вот из всего того, что я, ну, как-то, я не могу все отслушать, но то, что я слышала, то, что я видела, это очень интересные вещи, то есть, почему они только сейчас выходят на поверхность, это вот большой-большой ко многим вопрос. Вот, скажи, Аня, вот эта ситуация, она как бы тебя всколыхнула, она как-то что-то в тебе, ну, не знаю, перевернула, что вот у тебя появилось больше желания делиться вот тем искусством, которым ты занимаешься каждую жизнь в реальности, или как бы не связано, допустим, то, что мы там увидели в сети вот с этим периодом? Я вот так сказала, что лично у меня этот период просто немножко раньше начался, потому что такая какая-то моя личная перезагрузка, она где-то после конкурса Чайковского началась, и после вот этого прошлого сумасшедшего сезона, когда там было, что-то я не помню, 8-9 конкурсов за год, и, в общем, к моменту, когда они все закончились, у меня было ощущение, что жизнь просто встала, вот так вот в стенку врезалась, и я об эту стенку тоже разбилась, так размазалась тонким слоем, сползла, и надо как-то вот дальше ползти. Ну, желание делиться своим контентом наверное появилось, но меня на это очень подтолкнул мой коллега, который сказал, в смысле у тебя еще нет канала на YouTube? Как это у тебя его нет? Я не понял. Сейчас он у тебя будет, через 5 минут, и, собственно, мне за 5 минут его создало, и даже что-то туда загрузили мы. Чем-то я делилась, ну, чем-то я надеюсь еще буду, что-то я там отрыла у себя в закромах, чем мне поделиться, наверное, хочется, и благо за там последние 4 года было сыграно какое-то количество очень хороших концертов с моими дорогими партнерами, все они нам смотрят, привет, ребята, за которые, так сказать, не стыдно, да, мне хочется этим делиться, я с удовольствием это выкладываю. Потому что, ты знаешь, вот не все так радужно как бы к этому относятся, я бы даже сказала, что они просто, ну, играют именно в какой-то скепсис, не потому что они, ну, как, не искренне, да, не в этом вопрос, просто каждый находит какую-то отмазку, а по сути, ну, какие тут отмазки, да, жизнь она проходит, то есть, в принципе, результаты, да, которых мы добиваемся, ну, они часто бывают очень и очень неплохими, да, то есть, как бы, ну, просто потом, потом будут какие-то другие вершины, потом будет какая-то другая жизнь, нужно жить здесь и сейчас, я постоянно в каждом эфире так или иначе прихожу к этой фразе, потому что мне кажется, что вот музыкантам, ну, немножко, вот, какой-то, ну, не знаю, с нобской ноткой, ну, с чем это связано, не знаю, это не к тебе, да, но как бы просто, вот я заметила, что вот есть нечто такое, что вот как-то портит общую картину, по крайней мере, мы не такие в глазах вот нашей публики, да, абсолютно, то есть, когда люди вдруг узнают, что там кто-то там что-то не залил, да, по какой-то такой смешной причине, там, или, ну, как-то, да, поднимается на поверхность, это вызывает массу вопросов, ну, почему, это же было потрясающе, вот мы хотим еще раз вот в вашем именно исполнении послушать вот кто-то, кто-то и тот, поэтому я так вот, может быть, скрупулезно ношусь этим контентом, потому что, в принципе, в рамках проекта у меня еще много чего, у меня еще много добра, что я смогу показать, но все равно, вот я слежу как бы за теми, кто, ну, чаще людей сейчас вообще даже обратились, там, запросили этот контент заново, потому что, ну, что-то там стерло, что-то куда-то исчезло, вот, поэтому мне интересно, как эта динамика развивается. Слушай, ну, а вот формат, да, извините, это все. Да, но я хотела сказать, что, ну, не мне судить, а качество этого контента, так сказать, со стороны я не могу, да, но по крайней мере какие-то вещи, ну, с которыми мне не стыдно, для меня это какие-то достижения, поэтому я, на самом деле, я сейчас очень жалею, что какие-то записи в силу разных причин, в силу того, что у меня никогда не было звукозаписывающей никакой аппаратуры, они либо не сохранились, либо осели у каких-то там, либо у моих партнеров давних, либо там у педагогов, даже вот со временем учебы были очень хорошие какие-то концерты, были там и сольные выступления, я уже забыла вообще, что я в соло играла когда-то, а жалко, потому что там были хорошие вещи, я бы их сейчас с удовольствием выложила, но все, поезд ушел, поэтому я подумала, что ну, почему бы и не делиться, собственно, я, конечно, слушаю периодически, думаю, господи, что я играю, Аня, что ты делаешь, нет, надо было позаниматься, а тут надо было вот еще что-то делать, но это я себе скажу, так сказать, в личном общении с собой. Слушай, ну, совершенно нет предела, это понятно, что это тоже вечная абсолютно тема в нашем творчестве, просто мне кажется, что вот эта вот золотая середина, ну, как-то я могу ее почаще, что называется, достигать, как бы в компромиссе, ну, не знаю, какого-то творческого начала, да, и просто здравого смысла, то есть как бы, чтобы это почаще встречалось в наших головах, и это всем вообще, всей аудитории желаю, вот, ну, серьезно, потому что, когда наступает, ну, такое вот время, как сейчас, затишье, да, есть какая-то определенная тоска, да, по сцене, то есть я не хочу негатива, но да, это так, и вот эта вот ломка, она решается не только там часами, да, грубо говоря, за роялем, да, слава богу, мы можем себе это пока что позволить, но еще вот такими вот вещами, потому что, вот мы все же, все плачем, все жалуемся, как нам тяжело, представьте, вот каково людям, которые ходят на концерты, это их досуг, да, то есть я молчу, что сейчас вообще никто никуда не выходит, но в принципе, да, ведь пища как бы бывает, что называется, физическая, да, и пища духовная, ну, понятно, что пища духовная, когда пропадает, это прям, прям со всеми местами труба, поэтому я всех призываю делиться хорошим контентом, слушай, а вот еще, а вот да, вот еще из таких вот онлайновых тем, из новой реальности, я в вопросе прилетел, вот по поводу каких-то смежных форматов, то есть всех мучаю этим вопросом, мне просто вот любопытно, как ты считаешь, вот в нашей профессии, когда мы уже обсудили, что пианисты, да, вот сейчас на ней сконфентируемся, ну, в принципе, и все остальные тоже, вот как-то достаточно... Они нас убьют после эфира, Алис. Пусть приглашают в наш секретный онлайн-бар, я знаю, что они там собираются в зуме, хоть бы раз позвали вообще, и просто нет совести, ну, как бы ладно, читай, алис, это не для онлайна. Так вот, о чем это я? Я говорю о том, что все очень скупко направлены, то есть мы часто в диалогах, да, приходим с людьми к тому, что игра, это как бы, ну, понятно, это заменить невозможно, но есть что-то еще, есть какая-то просветительская жилка, да, которую можно каким-то образом доносить, и вот дальше идет набор, ну, подкасты, видеоролики, там, разные платформы, ну, в общем, знаешь, как говорится, хочешь быть счастливым, будь им, опций очень много. Как ты к этому относишься? Ведь у тебя, вот, багаж знаний, да, почему я к тебе пристаю? Нет, тогда я посмотрела, что типа, тос, лай, скажите, а, багаж знаний огромный, знания экзистенции, у тебя есть желание этим делиться? Сейчас просто будет ответ нет, и все, я падаю со стулы. Ну, я не буду, что категорично нет. Знаешь, на самом деле, просто мне кажется, что, ну, если ты имеешь в виду формат каких-то там онлайн-лекций или роликов, я не уверена, что это совсем мое. Другой вопрос, что я не пробовала. Может быть, мы еще так посидим на карантине несколько месяцев, и мы попробуем сразу все, просто потому, что уже, ну, надо будет что-то делать. Не знаю, возможно, но я как-то пока, когда мне хочется какого-то, какой-то перезагрузки, я ухожу там в свое хобби, я ухожу в фотографию. Ну, к сожалению, сейчас мне в фотографию некуда уйти, поэтому несчастные подписчики моего инстаграма в сторис каждый день смотрят вид из моего окна. Простите, ребята, пока, возможно, только вид из окна. Вот, даже по поводу хобби я сейчас немножко перебью. Дело в том, что вот с фотографией я же очень много экспериментирую. Но помимо того, что проводят там скайп-фотосессии и все такое прочее, я даже не об этом. Промелькнул в новостях такой интересный фотограф, который задался цель в своей квартире, ну, как бы создавать некие, ну, интерьеры, это он громко сказал, короче, в каждом углу он говорил, сегодня я в Париже, там, завтра, там, я в Спокгольме. И он каким-то образом декорировал этот угол. То есть, просто, почему я сейчас тебе об этом говорю, не потому что я хочу, чтобы ты так сделала, а потому что иногда, вот очень хорошо, что ты упомянула свое хобби. Ведь мы забываем, что есть у нас профессия, а есть увлечение, это в идеале. Дорогие музыки, если у вас нет хобби, ничего страшного. Я знаю, что у 99% нет хобби. Это все нормально. Мы говорим про нормальных людей, у которых есть. Вот, хобби иногда начинает с того, что, ну, немножко меняется местами. Почему? Потому что ситуация происходит вдруг, неожиданно, вот там, где ты не ждешь. Или при компоновке, если вдруг профессия и хобби как-то. Я намекаю, как могу. Я прекрасно твой намек поняла. Более того, я, в общем, давно и долго на эту тему думала, потому что, на самом деле, вот удивительное дело, фотография абсолютно визуальное дело, да, абсолютно визуальное искусство, а музыка, наоборот, аудиальная, да. Как они пересекаются, я не знаю, но я знаю довольно большое количество музыкантов, которые в какой-то момент поняли, что этим они, кажется, не заработают, или поняли, что это они любят не так сильно и ушли в фотографию, стали успешными фотографиями, довольно, вот здесь человек трех, я могу сходу назвать, даже там, своих сокурсников, которые вот так вот сделали, и, в общем, насколько я знаю, об этом не пожалели, поэтому, ну, не знаю, я допускаю какой-то момент, что когда-то у меня, может быть, надоест играть на рояле, и я пойду исключительно фотографировать. Нет, в том-то и дело, понимаешь, все вот так вот отшучиваются, как бы оскорбляются, на самом деле, я к этому нормально отношусь, Алиса, что наоборот? Я не считаю, что, как бы, ну, талантливый человек талантлив во всем, фраза очень избитая, как бы, я бы даже сказала пошлая, да, но, в принципе, да, да, так и есть, но почему мы должны это замалчивать, то есть, в общем-то, бывают даже такие моменты биографии, когда, ну, одно поддерживает, в общем, другое, а в той ситуации, когда все равно нет концертов, то есть, как бы, может быть, действительно ключ к успеху, и немногие еще об этом задумались, ну, альтернативная деятельность вот на это время, да, и которая может быть, я же повторюсь, она может быть монетизирована все что угодно, то есть, просто люди настолько вот за счет вот повседневной жизни и проблем, ну, зашорены, что ли, не знаю, что вот просто нет времени даже подумать и остановиться, как стать счастливым заново, да, грубо говоря, вот так, поэтому. Ну, на самом деле, я это очень хорошо понимаю, потому что, вот я сказала, да, про хобби фотографии, но я забыла упомянуть о том, что последний раз, вот до недавнего времени фотоаппарат я брала в руки на фестивале в Греции летом прошлого года, и вот я тогда в июле что-то там пофотографировала, приехала в Москву, положила фотоаппарат на полочку, и, собственно, его не доставало, и вот когда был объявлен, по-моему, первый или второй день, собственно, карантина, я собралась пойти погулять, у меня тут очень хороший зеленый район, очень красиво здесь, много воды, много леса, все, как я люблю, и, собственно, уже выходя практически из дома, думаю, а возьму-ка я фотоаппарат, потом подумала, ну нет, ну он тяжелый, ну зачем, думаю, возьми, ну пора, наверное, возьми, ну хоть вообще вспомнишь, как это делается, где кнопочка, что нужно с ней делать, ты знаешь, да, первые пять кадров, не будем о них, вот, но потом я втянулась, и очень классно получилась прогулка, очень классная съемка фотографий, которые мне реально понравились, ну мне прохочу со светом повезло, и, видимо, знаешь, как-то все совпало, попало в настроение, упало то, что я, видимо, соскучилась по этому, я поняла, что надо вообще почаще как-то останавливаться вот в этой безумной беготне между работами и позволять себе какие-то вещи, которые ты любишь делать, вообще не забывать, что ты их любишь делать, и, ну, нам нужно, нужно, чтобы всегда в жизни было какое-то, сейчас будет, не знаю, 30 минут в день, будет 40 минут в день, но на какую-то перезагрузку для себя, просто, к сожалению, очень часто ты приходишь с работы в таком состоянии, что перезагрузка для себя это сесть, включить самые, наивозможно, тупейшие видео в Ютубе и на них залипнуть, просто вот не соображая, вот, знаешь, вот к фонам, к сожалению. Ну, так, кстати, пьяные глаза, да, уже такое состояние, было бы, да, то есть, в принципе, нет, но просто вот так. Да, то есть, уже как-то книжку тоже не почитаешь, потому что даже думать надо, думать ты уже не можешь к тому моменту, не можешь, вот, поэтому, да, сейчас есть прекрасная возможность читать, ну, гулять, к сожалению, нет, ты знаешь, А ты так перечисляешь, так папа славный, как? Это был просто роковой вопрос. Нет, на самом деле я, на самом деле я начала, но так пока это все медленно идет, но поскольку торопиться вроде пока некуда, я себя и не тороплю. Единственное, что я... Да, торопиться вроде как некуда, сейчас там вся аудитория пошла уже на перилах 16 этажа стоит у себя, ты что такое говоришь? Не-не-не, ребят, не надо. Вот у меня 14, и у меня 14, я прекрасно понимаю, ребята. Ну, знаешь, нет, на самом деле я вот, опять же, первый карантин, или в какие-то первые дни, когда еще можно было свободно уходить, купила себе учебник, положила его, вчера его открыла, я прочитала первую главу, я молодец. Вот теперь осталось прочитать там вторую и еще 150, и еще желательно выучить то, что там все было написано. То есть у тебя происходил как бы торг, ты привыкала как бы, потому что книга есть, да? Да, отрицание, торг, принятие. Да-да-да. А где гнев, а гнева не было, подожди. Гнев, гнев был в мессиане. А, ну, нет, все нормально, уравновесилось, а то, я думаю, гнева нет, как так? Ань, слушай, ну вот, если уж не книги, потому что с книгами, подожди, подождем еще месяцок, вызовем тебя еще второй раз, расскажешь, как книга. В чем нирвана, в чем как бы дзен для тебя? Пейзажная фотография и сейчас, там, или не пейзажная, или что ты? Ну, пейзажная в основном. Да, я, извините, пожалуйста, сейчас скажу страшную вещь, но я люблю смотреть из окна, наблюдать оттуда жизнь, наблюдать просто, не знаю, как меняется погода. Я, в принципе, люблю иногда, даже когда ты бежишь с третьей работы на четвертую, взмыленной, вообще поднять глаза и посмотреть, что вокруг тебя, иногда там бывает красиво, это всегда очень такой шокирующий момент, потому что ты бежишь либо на взводе, либо расстроенный, либо злой, либо все вот это вместе, а тут ты открыл глаза и выяснил, что вокруг проходит жизнь. Красивая. Теперь я могу позазерцать немножечко и в принципе не могу сказать, что это плохо. Единственное, что по прогулкам очень тоскую, потому что когда рядом пропадают такие красоты, причем достаточно безлюдные, очень жаль, потому что я бы сейчас взяла бы фотоаппарат, с радостью бы прошла, с удовольствием, честно словом. Мне кажется, что и Миссиан после этого лучше бы пошел. Ты знаешь, у меня есть интересная такое альтернативное одно мнение, тире открытие, тире может быть это банальности тебе покажется. Но вот сейчас, по крайней мере, до того, как взяли электронные пропуски, да и в принципе даже с ними, наверное, это возможно. Сейчас такая появилась тема, но она все еще не очень популярна, что в общем можно сесть на велосипеде, взять с собой фотоаппаратик или какую-нибудь камень и вот по своим, так сказать, любимым злачным местам сделать такую хорошую, как бы тоже контент. Вот. То есть я понимаю, как чему я клоню. Понимаю. Тут есть две проблемы. Первая, у меня нет велосипеда. Это не проблема сейчас. Нет, я должна была забрать собственно велосипед, который, как меня ждет, моего коллеги на балконе. Ну, в общем, я этого так и не сделала до карантина. Теперь непонятно, когда это сделано. Но вторая проблема... Нет, у меня нет помогата. Нет, у меня есть две ноги. Все. Это все, что у меня есть. Вот. Транспорт района. Вот. Но, ты знаешь, я просто когда-то, по-моему, вчера или позавчера изучала вопрос получения электронных пропусков, залезла на этот жуткий сайт, долго пыталась понять, собственно, на каком языке вообще написано то, что там написано. но обнаружила, к сожалению, ужасную вещь. Видимо, кто-то задавал этот вопрос, а нужен ли пропуск на велосипед, на предложение на велосипеде. Я-то думаю, что человек просто решил постебаться на самом деле, но ему на полном серьезе ответили, что да, нужен. Поэтому, знаешь, вот, есть у меня подозрения. Я слышала, да, что и на велосипед, да, и даже на самокат. Когда стояли на самокат, вот здесь я засмеялась. Но я что-то готовила, я помню, что я была на кухне, включила в телефоне какие-то там новости, я уже не смотрела в тот момент какое-то время. Меня тоже это вскрыло немножко. Не, ну, объяснить-то, конечно, это можно, но глупость, конечно, неисусветная. Но ногами даже безопаснее, потому что, в принципе, направляясь в магазин, как я говорю, под видом человека, который выносит мусор одновременно и идет в магазин, ты можешь делать очень много интересных фотографий, я уверена. Ну, ты знаешь, я не так давно, так, я надеюсь, меня тут сейчас не смотрят, не знаю, не говори, там, московская полиция, там еще что-то. Извини, пожалуйста, я же сказала. Я не знаю, на самом деле, нет, я не знаю, кто нас смотрит, да, сейчас, то есть как бы, я тебя просто хочу предупредить. Ну, ладно, давай. Да, ну, хорошо, я уже сказала. Я ходила тут, собственно, в магазин, ну, я наметила себе по дороге, я вот знаю, что у меня если выйти из дома и пройти до конца улицы, то выходишь прямо на берег реки. В общем, я где-то через каждые там, ну, условно говоря, 500 метров наметила себе магазин, в который, если я вдруг встречаю патруль, я иду, посмотрела, по карте, где они там находятся, и, собственно, прошла, пришлась по берегу реки, дала такой нехилый круг по районам, пришла даже к старой ЦМШ, если, я не знаю, ты застала ЦМШ на Карбышево. Нет, да, я там была один раз в своей жизни, но я представляю, где это реально, да. Вот, ну, я вот и там побывала, и, собственно, таким небольшим кружочком через полрайона вернулась домой. В магазин я все-таки зашла в итоге, но главной целью был, в общем, не в магазине. Ты знаешь, я вот себя поймала недавно на мысли, что я никогда в жизни не знала, что у меня в районе столько магазинов, то есть, как бы реально, я теперь знаю все продуктовые магазины, просто в окрестности. То есть, понимаешь, настолько не было времени, что когда я переехала, переехала я уже прилично сюда, то есть, наверное, года так, три, четыре, я уже даже чисто говоря не знаю, то есть, за три-четыре года, внимание, я знала, ну, вот два магазина, которые, вот я бегу уже в неадекватном состоянии, как бы какая разница, да, что ты купил, что-то схватил и побежал домой спать, ну, потому что ты же идешь, как бы уже после двенадцати, да, соответственно, как бы какая разница. А сейчас, когда это стало единственным, как бы, выходом в реальность, я изучила карту, причем так, достаточно основательно, и для того, чтобы просто не ходить все время по одной тропе, ну, потому что они плюс-минус находятся все равно, ну, на одном и том же расстоянии, то есть какой из них считать ближайший знак вопроса. Но чтобы как-то менялся пейзаж, и вот теперь, я думаю, господи, я, наверное, лучше всех знаю свой район, хотя теперь знает его каждый, просто так хорошо, с завязанными глазами, не то, что с завязанным ртом и носом, то есть вот еще можно вообще так вот просто идти на ощупь. Ну, ты знаешь, да, мне, к сожалению, не повезло, у меня вот пятерочка в соседнем доме находится, то есть ее вот из окна видно, и обычно, собственно, это был тот самый магазин, который я вот в не вменяемом состоянии возвращаясь с работы, собственно, посещал. Вот, но теперь я могу, мне кажется, рисовать карты пятерочек района, благо их тут много, их тут почему-то, тут какой-то район засилия пятерочек, кажется, один день... Видимо, владелец привел где-то поблизости. Не знаю, возможно, да, одна азбука вкуса, один перекресток, один магазин ноунейм, чье название не могу запомнить, третий год, то ли ароматный, нет, апельсиновый рай, апельсиновый мир, ну, в общем, что-то такое, неважно, вот, вкуслив, ну, в общем, ты понимаешь, я тоже могу нарисовать карты, в принципе. Я в жизни не знала, что их столько. Да. Понимаешь, да, я тоже, вот нам тут написали, а вы видели хотя бы, хоть один патруль, господи, я уже читать не могу. Танюша, привет. Знаешь, лично не видела, я у реки встретила вместо патруля бобра, который на меня очень странно посмотрел, и уток, которые на меня тоже посмотрели, даже не стали от меня спасаться бегством, просто так, покатились и все. Но я читала в чате района, что на Рабережной, в Штрогино, ездит машина с громкоговорителем, и, значит, напоминает граждану, что почему-то именно возле воды, возле огромного массива воды, они нарушают режим самоизоляции активно. Вот, в общем, я решила туда не ходить. Душесчипательная история любого района Москвы, это сейчас можно просто дружить район, была мечта, как в вашем районе, как в вашем районе. Люди никогда не были такими мочеными, как сейчас, мне кажется. Ой, да, нет, а на самом деле, ты знаешь, что еще вот мы с тобой как-то все вот вокруг да около, вокруг да около. Ну, сейчас же люди-то выкладывают твои кулинарные шедевры. Аня, ну, чем ты нас порадуешь? Алиса? Ты не ешь? Сейчас ты просто откроешься. Аня, которая не ест, о господи, питается? Нет, я ем. Я много ем. Попрошу. Не, на самом деле, я готовлю, кстати говоря, я на самом деле люблю это делать, ну, просто сейчас опять прозвучит эта банальная фраза, когда ты приходишь с работы, в общем, готовишь ты, либо ты ешь где-то в центре, либо ты готовишь просто что-то, что можно очень быстро в себя положить и лечь спать. Вот, и сейчас, да, я есть пекла в куличи на Пасху, я вообще много тут пекла, хотя у меня жуткая тут духовка на съемной квартире, такая духовка угадай, называется, в ней нет никаких обозначений температуры, ни минимального, ни максимального, угадай как хочешь. Вот. Поэтому... Что? 18 секунд осталось, мы прощаемся с аудиторией. ну вот. То, что вы нас смотрели. Ну, пока, дорогая, спасибо тебе большое. Ребята, завтра опять Midnight Loft Online 12.00, и я с вами, Элис Куприева. Пока-пока. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...